Перед тем, как начать эксперименты с измерениями стрелочным тестером 4301 в децибелах, мы проверим сам этот тестер на предмет нелинейности в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц и даже немного дальше. Для этого собран вот такой измерительный стенд. Он состоит из генератора низких частот Г3-112, вольтметра В7-38, на котором будем фиксировать относительную погрешность измерения, и миливольтметра В3-56, на котором будем смотреть уход по децибелам и дополнительно контролировать уровень сигнала. Тестер будем проверять по шкале децибел. На генераторе выставлена частота 20 Гц, а стрелка тестера выставлена регулятором уровня генератора ровно на значение плюс 10 децибел. Обратите внимание, что на миливольтметре стрелка показывает 0 децибел, а переключатель установлен на предел 3 вольта, и там рядом со значением предела написано число плюс 10. Это означает, что к показаниям по шкале децибел миливольтметра надо прибавлять 10. Стрелка стоит на 0 децибел, прибавляем значение множителя плюс 10, и получаем те же самые плюс 10 децибел, что и на тестере. В этом заключается два удобства измерения в децибелах, независимость от конкретных напряжений и использования простых операций сложения и вычитания. Небольшая врезка по вопросу, почему 0 децибел находится в таком странном месте. В тестере 43-101 и в вольтметре V3-56 за опорный уровень принято значение напряжения, при котором на нагрузке 600 Ом выделится мощность 1 милливатт. Показанные в таблице поправок значения при измерениях на разных диапазонах надо прибавлять или отнимать от показаний по шкале. Например, тестер показывает плюс 5 децибел, а мы находимся на пределе 5 вольт, значит, к 5 децибелам прибавляем 6 и получаем 11 децибел фактическое значение. Итак, продолжим проверку тестера. На генераторе будем выставлять частоту, а на тестере будем проверять положение стрелки строго на отметке плюс 10 децибел на шкале 2,5 вольта. Таким образом, контрольные приборы покажут нам фактическое отклонение показаний тестера. 20 Гц установлено на шкале генератора. Высокая точность установки частоты в этом эксперименте не требуется, поэтому частотомер использовать не будем, воспользуемся только лимбом настройки генератора. Фиксируем показания приборов и записываем в таблицу. Устанавливаем частоту 30 Гц. Стрелка тестера остается на отметке плюс 10 децибел. Обязательно проверяем положение стрелки при каждом следующем изменении частоты. 40 Гц. Генератор хорошо держит амплитуду в пределах каждого поддиапазона, поэтому часто подкручивать ручку уровня необходимости не возникает, но все равно контролируем положение стрелки. Так, это что у нас тут? 50 Гц. Не забываем фиксировать показания. 60 Гц. 70 Гц. Стрелка стоит точно на отметке, как вкопанная. 80 Гц. Стрелка ровно на плюс 10. 90 Гц. 90. 100 Гц. 90 Гц. 100 Гц. Переключаем поддиапазон на множитель 10. Перекручиваем на начало лимба. Делаем контрольный замер на частоте 100 Гц на этом поддиапазоне. 200 Гц. 300 Гц. 400 Гц. 500 Гц. Стрелка по-прежнему стоит точно на отметке. Этот участок пропускаем, так как шкала у нас будет логарифмической, уплотненной на этом участке. Сразу идем на отметку 1 кГц. Не забываем фиксировать показания в таблице. Переключаем на следующий поддиапазон множитель 100. Проверяем положение стрелки в начале поддиапазона особенно внимательно. Если требуется, то корректируем уровень сигнала с генератора. Так, это у нас получается, 10 и множитель 100, значит, 1 кГц. 2 кГц. Фиксируем напряжение. V3-56 по-прежнему на делении 0 дБ. 3 кГц. Стрелка четко на плюс 10 дБ, фиксируем показания приборов. 4 кГц. 5 кГц. Частота 5 кГц является для этого тестера верхней границей диапазона частот, в котором его погрешность на пределе 2,5 Вольта не превышает значения основной погрешности, а именно 2,5% от конечного значения шкалы. Посмотрим, как он дальше себя поведет. Пройдемся по этому участку более подробно. 6 кГц. Проверяем положение стрелки. Все нормально, едем дальше. 7 кГц. 8 кГц. 9 кГц. И, наконец, 10 кГц. Тщательно проверяем положение стрелки. Я немного подстроил напряжение с генератора. Выставлено 10 кГц. Теперь переключаемся на следующий поддиапазон и пройдем по десяткам кГц. Еще раз проверяем 10 кГц уже на этом диапазоне, для уточнения уровня, и опять же проверяем положение стрелки тестера. Напряжение подстроено, стрелка выставлена опять ровно на 10 дБ, фиксируем показания. Видим, что в децибелах на V3-56 практически никакого изменения, вольты на цифровом незначительно снизились, то есть, имеется некоторый подъем. Поехали дальше, здесь можно дать промежуточные значения, например, 12 кГц. 12. После подстройки и проверки стрелки фиксируем значение. 14 кГц. Проверяем стрелку, стоит на месте. 15 кГц. Чем сильнее уходим за пределы нормального диапазона, тем сильнее придется подстраивать напряжение, так как будет расти неравномерность. Напряжение подстроено, стрелка выставлена ровно на деление 10 дБ. 18 кГц. Стрелка снова ушла, подстраиваем уровень с генератора. Мы подстраиваем уровень вместо того, чтобы просто посмотреть отклонение стрелки, для того, чтобы точно в процентах определить погрешность измерения напряжения тестером. Стрелка вновь выставлена точно на плюс 10 дБ. На V3-56 изменение незначительное, около 1,1 дБ. Записываем показания вольтметра. 20 кГц. Стрелка уехала, надо снова подстроить уровень. Так, есть, подстроили, сейчас точно. Фиксируем показания по вольтам и по дБ. 25 кГц. Эта частота на 5 кГц больше границы рабочего диапазона на пределе 2,5 вольта. Нужно проверить и подстроить положение стрелки. Подстроили уровень, записываем показания контрольных приборов. Видим, что погрешность за пределами рабочего диапазона начинает постепенно расти. 30 кГц, на 10 кГц выше рабочей границы. И снова подстраиваем уровень сигнала с генератора. Так, есть, стрелка выставлена. Фиксируем здесь, и здесь. Я даже не знаю, стоит ли двигаться дальше. Ну хорошо, даем ему 40 кГц. Двукратное превышение рабочей границы. 40 кГц. Что вообще можно ожидать от этого стрелочника на 40 кГц? Что характерно, стрелка даже не сдвинулась, то есть, у него после 30 какая-то прямо равномерность проснулась. Записываем показания контрольных приборов. Давайте дальше пройдем, это уже просто интересно. 50 кГц. Ну что же, равномерность быстро закончилась, надо немного добавить чада. Готово. Ровненько. 60 кГц. 60, в три раза выше границы. Еще надо добавить напруги. 60. Стрелка выставлена. Записываем показания приборов. 70 кГц. Тестер потихоньку сдается, добавляем на 70 кГц чада. Есть стрелка на 70. Фиксируем, фиксируем. 80 кГц, четырехкратное превышение рабочего диапазона частот. На тестере уже наблюдается заметное падение отображаемого значения, но это же 80 кГц, как-никак. Это в четыре раза превышает паспортный диапазон рабочих частот на этом пределе измерений, а он только начал занижать показания, я считаю, более чем отличный результат для прибора. Отрегулируем напряжение с генератора так, чтобы стрелка вернулась на контрольную отметку. Готово, уровень выставлен на 80 кГц. Записываем показания контрольных приборов в таблицу. На вольтметре V356 мы видим, что стрелка показывает примерно 0,4 дБ, то есть, неравномерность тестера 4301 при четырехкратном превышении рабочего диапазона не превысила 0,5 дБ, всего лишь менее половины дБ на частоте 80 кГц. При этом погрешность прибора составила минус 2,64% при допустимой общей погрешности в рабочем диапазоне 4%. Еще раз проверим тестер на частоте 1 кГц. Выставляю частоту 1 кГц и регулирую уровень сигнала с генератора так, чтобы стрелка тестеров встала на контрольную отметку плюс 10 дБ. Стрелка выставлена ровно, по показаниям контрольных приборов убеждаемся в повторяемости считываемых значений. Теперь посмотрим, как выглядит построенная на основе собранных данных диаграмма неравномерности в дБ и процентах погрешности. Сейчас я зеленым маркером нарисую линию допустимой погрешности для рабочего диапазона частот от 20 Гц до 20 кГц. Она равна 4%, при этом в диапазоне от 45 Гц до 5 кГц допустимая погрешность будет равна основной, то есть, 2,5%. А теперь синим маркером обозначу границы рабочего диапазона частот. Это 20 Гц и 20 кГц. На графике видно, что неравномерность в рабочем диапазоне частот не превышает 0,3 дБ, а в процентах погрешность измерения составляет 3,4%, и происходит это ближе к верхнему краю диапазона после 15 кГц. Вот этот необычный подъем находится в диапазоне от 30 до 40 кГц, здесь погрешность возрастает до 4,6%. Тем не менее, неравномерность все равно остается в пределах полдБ. Теперь мы убедились, что на пределах 1 В, 2,5 В и 5 В этот тестер можно использовать для измерений во всем диапазоне звуковых частот. Скажу по секрету, что я проверял его в отдельных точках и на других диапазонах, а не только на 2,5 В, везде он вписывается в неравномерность полдБ в расширенном диапазоне, а не только до 5 кГц. В следующих видео посмотрим для каких измерений в дБ можно использовать этот тестер.